Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какие творческие проекты реализуются в Самаре, чем наполнена культурная жизнь города и как опытные художники работают с молодыми живописцами? Мы об этом говорим сегодня. В нашей студии председатель Самарского регионального отделения Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации и действительный член Петровской Академии наук и искусств, скульптор Иван Мельников. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте. Представила все ваши регалии. Хотела бы поинтересоваться, чем занята ваша жизнедеятельность в качестве председателя, руководителя Регионального Союза художников? Ну, любой председатель Регионального отделения Союза художников России занят тем, что выполняет устав Союза художников России. Это творческая деятельность, выставочная деятельность членов Союза художников, организация различных мероприятий в сфере устава, так сказать, и также поиски новых каких-то форм в жизни художника, чтобы привлечь его внимание. А сколько у нас сегодня художников в Союзе? Членов Союза художников на сегодняшний день на 125 человек. Да, много. А чем занята ваша голова в творческом плане? Есть у вас на сегодняшний день какие-то проекты или, может быть, работы, которые вы уже реализуете? Ну, если в творческом плане как скульптор, или... Ну, и так, и так. Чем занимаетесь? Потому что это чуть-чуть разные вещи, потому что общественная работа требует более другого подхода. Ну, конечно, да. Вот поэтому я... На сегодняшний день мы проработали проект, который называется «Самарские высоты». Это связано с городом Самарой. Самара у нас космическая столица. А вот при чем здесь высота? И высота космическая, вот именно Самары. Мы хотим показать произведения художников, которые вот... Как они видят космос и как люди, которые делают эти космические корабли в изобразительном искусстве. И будем приглашать всех к концу марта разрабатывается этот проект. Будем рассылать положение об этом конкурсе. И на конкурсной основе будем формировать экспозицию выставочную. Куда войдут живописные произведения, графические, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура. И я думаю, такая выставка пройдет у нас по многим городам. По Олжья, Самаре в первую очередь и Москве. Но тема основная космос все-таки, да? У нас в Российской Федерации, я помню, еще в 89-м году я участвовал в такой выставке, всероссийской выставке, посвященной космонавтике. И после этого никаких таких движений не было. А космос сейчас, в общем-то, двигатель промышленности, у нас все прочее. Да, но если мы себя позиционируем как Самара космическая, конечно... И хотелось бы посмотреть, как видят художники эту тему и раскрывают. Да. А лично вы, как скульптор, чем сегодня заняты в вашем творчестве? Ну, у меня различные... Или несколько у вас работ в работе. Я стараюсь работать, участвовать в конкурсах. Вот в этом году я участвую во многих городах Российской Федерации в конкурсах на какие-то скульптуры, памятники скульптурной композиции. Это раз, одна тема. Вторая тема – это чисто такая творческая тема, которая... В общем, я давно ей занимаюсь, и это связано непосредственно тоже с какой-то... связано с космосом, потому что меня волнует тема Вселенной, рождение Вселенной. И такие произведения у меня созданы. Я уже создал несколько произведений. Как же ты же можно в скульптуре отразить. Вот это сложно. Вселенная. Это философия в скульптуре, и она меня привлекает. На эту тему работаю, да. Скажите, пожалуйста, а между городами существует какой-то обмен? Почему? Потому что замыкаться вот только в одной Самаре, среди самарских художников, наверное, было бы неправильно. Ну, в Союзе художников России существует уже традиционный такой выставочный проект, как зональные выставки, потом всероссийские выставки. Кроме этого, мы начали... Одно из первых отделений Союза художников России, Самарское отделение, мы начали делать выставки передвижные, обменные выставки. Впервые Самара ездила в Петербург, в Петербург приглашали сюда, в Саранск. Саранск приезжал сюда. Затем уже подхватили эту инициативу и другие региональные отделения, стали тоже между собой делать обменные выставки. К нам также приезжал Оренбург, мы ездили в Оренбург, набережные Челны, мы в набережные Челны. Затем вот выставка, выставочный проект, один мы проработали совместно с Академией художеств, это на Волжских берегах называется. В этом проекте участвовали художники не только Самарского отделения и по Волжье, а также академики именитые, в том же числе Зраб Константин Церетели, вот, и наш председатель Союза художников России. Выставка проходила в Доме национальности в Москве. Получила очень большой резонанс. Издан каталог, проведена научно-практическая конференция. Вот, и после этого зародилась такая идея, чтобы показывать художников цельной организации, показывать в других городах, помимо тех больших выставок, которые существуют. И вот в прошлом году мы показали в четырех городах по Волжье самарское отделение. Это Нижний Новгород, Чебоксары, Яшкарала, Ульяновск. Вот, и в Нижнем Новгороде родилась идея провести выставку совместную. То есть Нижний Новгород и самарцы показываются в Нижнем Новгороде. Нижний Новгородцы приезжают к нам и вместе с нами выставляются в экспозиции на осеннем диалоге. И такое тоже мероприятие прошло и довольно-таки успешно. Да. Ну, если вернуться опять к скульптурам, в последнее время самара наполняется все новыми и новыми скульптурами. Вот на ваш взгляд, какие из них удачные, подходящие к месту и ко времени? Вот что вы скажете, как эксперт? Любая скульптура, она когда создана, говорить о ее достоинствах, недостатках, это уже сложно, потому что она живет в пространстве, она по-разному. Ну, вот что особенно пришлось вот к нашему городу? Лично вас... Мне кажется, что городу просто не хватает исторических каких-то памятников, связанных с жизнью Самары. Тех, кто создавал этот город, кто прославлял этот город. Это тот же Челышов. Вот сейчас, слава богу, прошел конкурс на памятник Алабину, будет установлен памятник Алабину. Вот. А также не хватает вот историческим памятникам. Ну, есть разные люди, которые вот делали Самару. Тот же Челышов не говорит. Ну, вы внесли свой вклад как скульптор, и ваши скульпторы тоже живут в нашем городе. Предлагаю посмотреть фотографии, которые отражают вашу деятельность для Самары. А вот, пожалуйста, вы можете комментировать. Ну, это одна из работ, которая называется... Они считаются как скульптурная композиция. Это возле Политехнического института установлена. Вот такая работа инженеру. Просто... Просто инженеру. Просто инженеру. Российскому инженеру, да. Ой, вот чудесный. Мне очень нравится эта работа. Это вот возвращение с фронта, она в поселке Козелки, нам называется, или как, вот, Кошелепроект. Это вот тоже такая скульптурная композиция. Солдат вернулся с фронта. Ну, и большой проект, это вот связан с Триумфальной аркой, Великой Победе. У меня много памятников посвященных Победе. Ну, это одна из таких величавых работ. Ну, учитывая то, что я участвую в конкурсах различных, данная композиция с памятника пограничникам Арктики установлена в центре Мурманска. Вот. Да, и в других городах. Работа совершенно новая, она установлена по инициативе города Безенчук. Очень интересная тоже работа просто. А это такие скульптуры делаются на симпозиумах, как вот «Воспетая земля». Для Европы они, мне кажется, да, вот традиционно такой европейский какой-то стиль, да. В Петергофе это в граните работа сделана буквально за месяц. Ну, также я бываю на симпозиумах за рубежом. Это в Сирии, в городок Маштай-Халю. Вот. Там была сделана работа из каравского мрамора. Да, ну вот эта триумфальная арка. Да. Замечательное, конечно, сооружение. Это вот в прошлом году тоже у нас блокадником Ленинграда такая памятная стела. Ну, посвященная блокадникам. Ну, и политическим репрессиям в Самаре. В парке Гагарина стоит. Ну, это одна из композиций, которая вот посвящена истории Самарского края. Это вот первопоселенцы. Угу. Интересно. Ну, это как мини такая скульптура, да? Это небольшая. Она маленькая, потому что многие вещи, которые переходят в ранг. Срадовый даже. Срадовый – это семья. Это тоже на конкурсной основе. Я выиграл конкурс. И установлена она в Смоленской области города Реченск. Ну, это такие творческие работы, творческие поиски. Фрактором для Питера что-то такое. Ну, не только для Питера. Ну, это памятник Майданову, дважды героям России и Советского Союза. Он погиб в Чечне. Установлен памятник в Казахстане. Да. Понятно, ваша тяга к истории. Вот вы все хотите так заархивировать в камне. Я поняла. Но вот мы сейчас живем в такое время, которое каждый день наполняется новым. Новыми технологиями. Новым-новым насыщается. И, наверное, это тоже как-то отражается и в скульптуре, и в творчестве художников. Вот какие они современные тенденции? Они как-то прорываются? Или вы не сторонник вот такой современности? Почему? Очень даже сторонник. У меня очень много скульптур, которые вот именно считаются современной пластикой. Но без прошлого и настоящего не может существовать. Ну, технологии, да, меняются сейчас, да, это технологии литья. Она изменилась гораздо. Быстрее можно отлить работу. Если, допустим, первый памятник, который я поставил в Самаре, отливалось по технологии литье в землю, то сейчас отливается скульптура в ХТС. То есть буквально на глазах в течение недели, если раньше месяцы нужно было, чтобы это все высушить форму, продуть, провентилировать, то сейчас в течение недели можно отлить памятник. Это очень... Ну, а вообще, вот, конечно, такой вопрос, наверное, на него нет однозначного ответа. Скульптуры сколько готовятся? Ну, в зависимости... Минимально. Вот сколько нужно времени от вдохновения? Вдохновения, это... Вдохновение, знание и опыт. Вот и все вдохновения. Можно вдохновляться сколько угодно, а сделать ты не сможешь то, что хочешь сделать, если нет у тебя опыта. Как быстро? Это зависит, во-первых, смотря, что ты делаешь. Если свою творческую вещь, то быстро с годами не получается. Ты выплескиваешь, а потом долго ходишь и ее доделываешь. Можно год-два это делать. Нет пределов совершения. А если памятник или там какая-то скульптурная композиция для пространства, городской среды, то это зависит уже больше от политической воли властей. Почему? Потому что придумать одно – это недолго, а воплотить это долго. Потому что всяческие решения нужны, разрешительные факторы. И это затягивается надолго. Чтобы установить уже реальную скульптуру. Вот, к примеру, допустим, скульптура. У меня памятник в камне. Я сделал в 2005 году, посвященное бывшим малолетним узникам фашистских канцелях лагерей. Установлена была только в 2006 году. То есть она год стояла без того, чтобы это и поставить. Не было решения. Ну, может, для вас это страшно звучит, конечно. Но год, наверное, это не так уж и много. Не много, но бывает и больше. Я знаю ребят, которые делают работу. Другие скульпторы. Уже отлитые скульптуры стоят, потому что нет возможности установить. Да. А как бы вы оценили насыщенность и самодостаточность Самары с точки зрения наполненности выставками? Ну, такой культурной составляющей. Вот Самара как культурный город. Что есть, что увидеть, посмотреть, куда сходить? Вот именно с точки зрения художника. Самара была культурным городом. И вы видите все, все достопримечательности, в том числе художников, которые работают в Самаре, нужен хороший выставочный зал. У нас выставочного зала. У нас же есть. Нет выставочного зала того, который должен быть. Это маленькие выставки. А что за параметры? Параметры хотя бы было тысяч квадратов, две тысячи квадратов. Вот у нас единственный, наверное, по-моему, город, где нет такой площади, где можно было выставить хорошую выставку, большую. Вот мы принимали в 67-м году первую зональную выставку в Самаре, потом в 2008 году принимали зональную выставку. Но это все были съемные площади. Экспо-Волга, где требуется очень много денег для того, чтобы заплатить за аренду. А вы как председатель регионального союза художников можете вот эту инициативу как-то продвинуть, выдвинуть? Мы постоянно обращаемся к властям для того, чтобы соорудили нам выставочный зал, хороший выставочный зал для самарских художников. Но, увы. Да. Но если перейти к теме работы с молодыми художниками, потому что, конечно, ваше знание опытных художников нужно передавать, вот какие конкурсы проводятся для молодежи, чтобы действительно увидеть талантливых, поддержать их? Ну, мы несколько лет подряд, через год, через два проводили всегда конкурсы для молодых художников. Эта сфера разбежалась по всему Поволочку, присылали художники даже из Казахстана. Но последние три года мы не делаем таких экспозиций, потому что, в принципе, это и по финансам сложно. А так, художники у нас очень активные, молодые художники, и они в основном пишут картины, что радует. Они именно пользуются своим правом писать летопись в картинах, исторических фактов и другие моменты. Вот 17-го числа у нас в Союзе художников открывается выставка одной картины, молодой художницы. Это тоже интересно. Это с вашей помощью. Вы ей помогаете ее организовать? Потому что молодые художники, конечно, художницы свои... У нас член управления Березин Андрея, он курирует этот проект, и думаю, получится хорошо. Мы до этого делали такие проекты, но выставлялись уже опытные мастера, такие, как Вадим Сушук, показывая картину. А сезонные выставки, какие-то вернисажи? Мы всегда планируем и проводим такие мероприятия, как осенние и весенние выставки самарских художников. Участвуют не только члены Союза, но и любой художник, который желает выставиться. Проходит определенную комиссию выставком. Если выставком принимает работу, он участвует в выставке. А что сегодня рисует молодежь? Какая тематика превалирует? Больше всего чего? Каких картин? С каким наполнением? Я уже говорил, что исторического плана картины. Это Великая Отечественная война. Великая Отечественная война. А как вы можете объяснить это? Наверное, трогает людей эта тема. Она интересна сама по себе. Многие факты, которые не раскрыты. В этой истории. А как можно мотивировать и стимулировать молодых художников на творчество, на то, чтобы они продвигали даже вот Самару, да, как художники? Ну, Самару молодые художники продвигают хорошо. А как это все выстраивается? Допустим, выставка молодых художников, российская выставка. Правда, у нас только два человека участвовали в этой выставке, но они все стали дипломантами этой выставки. Получили премию Российской Федерации за участие в этой выставке. Но не художники, а декоративно-прикладного искусства. Вот у нас очень хорошо молодежь сейчас развивается в декоративно-прикладном искусстве. Это качество, гобелен. И большая заслуга в этом Институту культуры. Ведет эту работу очень активно Олег Емельянов, доцент кафедры этого института. Да, гобелен развивается. А еще какие-то, кроме таких уже традиционных, живопись масла и так далее, что? Я была недавно на выставке в Довино, по-моему, где он горячей эмалью рисует. Потрясающе. Просто по технике, по всему, как можно вымать. У нас какие-то такие новые, но не новые, а такие направления. Такими занимается, но очень мало людей. Дина Богусонова занимается этим делом. Но она уже не молодая автор. Ну, батиком очень много занимаются художники. Ну, меньше всего занимается графикой. Хотя графика, вот, очень есть сильный, хороший, способный график. Это, правда, из Тольятти Алексей Зуев. Великолепный просто мастер. Приверженность той методики работы в графике, как Афорта, Акватинта. А в Самаре таких нет людей. Остался только Станислав Леонид Щеглов, который до сих пор еще делает Афорты, хотя ему за 80. Да, в Тольятти, по-моему, есть тоже художница-график Лариса Хафизова «Инвалид», да, которая вот сотрудничала даже с Райкиным, по-моему, да, и для его книги делала иллюстрации. Тоже вот интересно, что развивается и в Тольятти. Вот все равно хотелось бы вот понять, где есть грань между классическим и современным. Вот что сегодня признается современным искусством? Вот как определить? Да, я считаю, просто человек живет в сегодняшнем мире, он и современный. То, что он делает, это в настоящий момент делается. Ну, независимо от того, что традиционные там техники и всех приемов, ну, взять, допустим, современное, современное, взять музей современного искусства в Мадриде, создан в 1840 году. Вы зайдите туда, вы увидите там современное искусство нынешнее, оно все там и здесь, то же самое. Но человек, это просто поиск человека в творчестве. Он начинает, какую-то форму берет живую, начинает обобщать ее, и получается то, что он хочет получить. Как он видит, как он воспринимает этот мир, от этого все идет, от современности. А современность, она вот мы сегодня с вами поговорили, через две минуты назад, уже не современность, это все уходит в историю. То есть современность это ничто просто. Вот одна фраза из нашего разговора как-то перевернула мое представление о творческих людях и художниках. Вы сказали, что вдохновения не бывает. Ну, как так не бывает в работе, в творческом вдохновении? Как можно без вдохновения что-то создавать? Ну, я по себе сужу, я, допустим, вдохновляюсь только тем, допустим, темой. Меня волнует тема определенная, допустим, тема волнует. Я начинаю думать об этой теме. И используя уже опыт и знания, те, которые у меня есть, я вот воплощаю эту идею в жизнь. Получается, как ремесленник, да? Как ремесленник своего рода, да. Но я придумываю какой-то новый ход в пластическом решении в этой теме. И в этом творчество проявляется в новых ходах? В этом получается творчество. Как вот взять эту скульптуру, которая зеленая стояла, прародительница. Это не я ей дал название, а дала моя знакомая, очень хороший профессор из Русского музея, Кривидина Ольга Алексеевна. Она, о, какая замечательная прародительница. Да, как важно услышать зрителя своего, да, вот это очень ценно, что когда понимает, видит, даже больше. Вот говорят, что иногда даже... Я в этой пластике, вот я стараюсь сейчас сделать целую серию работ, вот, тем более в материале. Да, вот говорят иногда, что даже вот зрители, посетители видят даже больше, чем художник вкладывает, да, в картину такое, разглядят, что даже сам автор... Ну, и роль художника не просто там увидеть и узнать, этот кустик такой или не такой, да, а чтобы человек подумал, вот, подумал на тему, что он видит. И ассоциацию создал свою лично. Понятно. Опять же, мы сегодня, вот, хочу вернуться к этой теме современности такой, которая какими-то семимильными шагами все скачет вперед, и дети, кажется, совершенно другие, они уже все у нас там в информационных технологиях. А нужно ли нынешним детям прививать все-таки вот интерес к живописи, ну, к чему-то к такому, к реальному, к виртуальному? Просто необходимо. А как это сделать, вот даже с маленьким? С маленьким. Ну, давайте, возможно, ребенку, есть сейчас краски такие, которые он в рот берет, и ему от этого ничего не будет, чтобы он нарисовал руками, потом переходил уже к карандашам, краскам. И давайте, возможно, ему побольше этим заниматься, лепить с пластилиной сейчас, есть разные пластилины, очень тоже безопасные для детей. И чем больше он будет руками работать, больше будет развиваться мониторик, и от этого зависит уже, какой человек вырастет. Много всего, что представляют сегодня в выставочных залах, как отличить настоящее искусство, вот действительно, от того, что вот, ну, такое среднее. Вы знаете, это зависит уже от воспитания, от вкуса лично. То есть у каждого будет своя мера, да, восприятие. Своё восприятие мира. Мы все разные, и всё, можем смотреть на один предмет и видеть в нём всё, что угодно, и разные вещи видеть. То есть отличить искусство это или нет, ну, это очень сложно, это надо быть специалистом большим. Можно вот увидеть, что стали там на выставке какую-то картину, а искусствоведы скажут, это шедевр. Да, то есть чем сам человек более наполнен и развит, да, в своих восприятиях, тем больше он увидит. Тем он видит больше и понимает. Для того, чтобы понимать, нужно больше заниматься этим. Да, есть у художников такое понятие, как насмотренность глаза, да, вот что вот, чем больше ты будешь смотреть, смотреть, смотреть разных абсолютно картин, тем легче тебе будет выделить потом. Ну, конечно, сам художник развивается. От общения даже друг с другом художник, наверное, до домотворчества раньше существовали, куда бесплатно художники ездили в советское время, по два месяца жили за счёт государства и творили. И вот я сам много раз побывал там, и многие вещи там просто с этого были закуплены в Третьяковской галереи. Вот. А чем больше они общаются, они друг друга взаимодействуют, так сказать, в творчестве. И это полезно. Такие вещи мы проводим тоже. Благодаря вот той политике, которая есть у нас в государстве в отношении грантов. Мы получаем грант, допустим, на проведение пленера, собираем группу художников, они вместе пишут картины города, пейзажи города. И здесь идёт такой процесс негласный. Хочет художник или нет, он подглядывает к другому и смотрит, и как тот работает, и как он работает. И вот получают удовлетворение друг от друга в этом плане. То есть художники у нас не разобщённые, да? Нет, нет, нет. Не каждый сам по себе. Всё-таки у вас есть такие... Мы каждый сам по себе живём. Но вот мероприятия, которые проводит Союз художников, они нацелены на то, чтобы объединить. Объединить и вместе работать. Да, это вот действительно важно. Какие у нас художники, такие самарские живописцы, потому что очень много рисуют и Самару, и Старый город, и чего угодно. Вот кого вы можете сегодня выделить как председателя? Сложно сказать, каждый работает так, как он может. Но у нас много художников-живописцев в отделении. Ну, в основном пейзажисты. Мало кто пишет картины. Пейзажи, это городской пейзаж. Ну, тут же Репин, Доний, Романов, Лена Макеева. Да. Вот они пишут в основном пейзажи, пишут городскую среду. А как часто художник выставляется? От чего зависит вообще? Вот набрала она Лена Макеева набор картины своих, которые готовы к презентации. Вот от чего зависит, когда она выставит? Ну, и у Лены в последнее время очень много выставок. Она в основном сейчас практически живет в Крыму и выставляется и там, и собирается вот осенью сделать здесь персональную выставку. От художника все зависит. Желание его перебороть свой страх и показать свои произведения. Потому что это своего рода экзамен, персональная выставка особенно. Это экзамен перед аудиторией, то есть перед жителями. И перед экспертами тоже, которые тоже будут представлять и комментировать. Могут сказать, о, что ты тут нарисовал, да, тут не так. Ну, всякое бывает. Но персонально нужно делать выставки, это и рост своего рода художника. А вы можете вот как союз помочь организовать выставку? Ну, вы сказали уже молодым. И молодым, и всяким. Мы предоставляем выставочный зал. Выставочный зал мы предоставляем всем желающим. Завтра открывается выставка художников из Пензы, которые изъявили желание, у них там негде выставиться. Они приехали к нам показать свое творчество. У них юбилейная выставка. Понятно. И мой любимый вопрос, который я сдаю всем художникам. Для вас Самара – это город какого цвета в основном? Я же не живописец. Ну, вот вы воспринимаете, ну, все равно, как вы же визуалист. Ну, первое, то, что, когда я приехал первый раз сюда, в Самару, мне понравился город, и я люблю этот город. И цвета такого определенного не можете ему дать? Нет. А вообще, кто такие художники в масштабе человеческой цивилизации? Какая у них миссия? Миссия – это… Один искусствует сказал как-то, что художник – это глаза человечества. То есть он видит предметы те, которые обычно человек не видит, и он их пишет на холсте и показывает человеку, что за событие и как оно происходит. Да, прекрасное действительно определение. И еще, может быть, расскажите о ваших тоже планах, потому что год, в принципе, не так давно начался, вот на год на этот союз художников. Основные такие направления, да. Выставочный план – это выставка областная, две областные выставки «Весенний» и «Осенний вернисаж», вот в Самаре будет проходить. Также выставка у нас в этом году, очень много юбиляров художников, и мы договорились уже с выставочным залом музея Алабина о том, что провести выставку юбиляров 1 сентября по 26-й будет такая выставка. А также подготовка к выставочному проекту Большого – это «Высоты Самары». И мы уже говорили о картине, выставке одной картины, которая будет проходить практически каждый месяц, начиная с 17 февраля. Да, ну такое интригующее даже название «Выставка одной картины». Это что значит? Это секрет какой-то раскрытый. Встреча с художниками показывает свою картину и сам процесс этой картины, как это все состоится. Понятно. А лично вы что-то намерены представить в этом году, какую-то работу? В этом году у меня выставочный проект, персональная выставка в Москве. А, самарцы не увидят, к сожалению, повезет ли Москву. Я в 15-м году выставлялся, но делал персональную выставку в Думе областной. И в 15-м году у меня была передвижная выставка, персональная – это Башкирия, Оренбург. Ну, скульптуру сложно показывать. И эти выставки были в музеях. Ну, мы все-таки желаем вам, чтобы вы, самарцы, узнали и ваше творчество тоже здесь, не только в других городах. Вы чаще его презентовали. Спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова